приветствую всех настоящих ценителей бокса сегодня 23 марта все боксерские поединки перенесены на далекие даты поэтому хочу дать прогноз на главный бой вы наверное уже догадались на какой это бой между нами между вами мной между всеми нами против короны вируса когда же человечество победит этот злосчастный вирус окончательно и когда мы все снова сможем жить нормальной жизнью и в том числе боксеры смогут биться друг против друга выяснять кто из них сильнейший и радует нас своими поединками в том числе прямо на стадионах давайте в этом попытаемся разобраться но перед этим я как видите сегодня в необычном месте вроде как надо прятаться от этого злосчастного вируса но у нас в россии пока он не настолько сильно бушует поэтому я выбрался в торговый центр попил вот чай и заодно сейчас долью молока попью теперь уже молока так вот что мы имеем смотрите во первых на боксерских сайтах вроде как уже есть даты новых боев и джошуа и усик и ломаченко вроде как вот новые даты прописывают когда новые бои будут просто теперь они ну примерно на два месяца позже кстати если например зайти на сайт паримач но это букмекерский сайт то там кроме дат там даже и коэффициенты указаны то есть все очень даже актуально и также пользуясь случаем хочу вам напомнить что паримач по-прежнему всем новым игрокам дает бонус до двух с половиной тысяч гривен ну или до 100 долларов вашей местной валюте и бонус этот находится по ссылке в первом закрепленном комментарии под видео так вот что мы имеем ну есть некий такой оптимизм что по идее сейчас вот буквально уже через месяц-другой этот вирус он схлынет в мире его победят и все будем жить как прежде но вообще я так про него узнал информацию и мы имеем два момента в этом вирусе два противоположных с одной стороны к счастью он не такой уж опасный ну для молодежи особенно то есть он реально поражает в основном наших дедушек и бабушек ну и уже людей с какими-то серьезными хроническими заболеваниями типа астмы ну или проблемами какими-то с иммунитетами ну такими настоящими и в общем вроде как так уж прям сильно каждому из нас непосредственно большинству из нас бояться не стоит то есть если мы даже им заболеем а кстати многие ученые говорят что больше половины из нас во всем мире переболеет что от этого не уйти это говорят абсолютно серьезные это здравоохранение германии сша абсолютно серьезные люди просто другой вопрос в том что мы даже возможно не заметим особенно если мы молоды то есть просто мы будем носителями ну знаете как вот сквозь нас он пройдет и как будто ничего не было просто будем жить дальше просто мы будем представлять опасность для наших бабушек и дедушек ну у кого они живы да и как бы с одной стороны такая ситуация с другой стороны этот вирус он реально сеет панику и все массовые мероприятия они отменяются и люди самое что главное они не могут его остановить государство государство с очень серьезной медициной то есть сша да там медицина да она очень дорогая но она вот такая то есть там просто шедевр там вообще могут с того света вытащить человека это он там распространяется не могут остановить германия италия там медицина уж далеко не самая последняя в мире ну правда они были не готовы наверное как-то так недооценили этот вирус на первых порах и поэтому попали в ловушку определенную да в общем получается такая ситуация что по факту его остановить никак не могут и везде главный метод борьбы какой я вот сначала не понимал зачем вводят везде эти карантины то есть карантин карантин какой-то дебилизм да что он дает очень просто дает он следующее что если бы весь земной шар вот вообще вот весь земной шар сговорился и все остались на своих местах просто самоизолировались вот вот вообще вот весь земной шар то вирус бы исчез знаете почему потому что ну кто-то как бы грубо говоря цинично говоря кто-то был просто умер но это очень плохо да а кто-то бы просто выздоровел то есть этот вирус он не может жить вечно то есть каждый раз когда больной человек этот вирус должен передастся кому-то и если этот человек если просто он не за в шалашик зайдет спрячется там и будет жить то он или выздоровеет и этот вирус исчезнет то есть там через месяц два все его нету он исчезнет полностью или ну этот человек может как бы и погибнуть тоже но самое главное что каждый раз нужен новый носитель то есть этот человек с вирусом он должен кому-то его передать то есть если это не происходит если все самоизолируются то просто вот исчезнет вирус полностью это как бы это практически не миновать но проблема в том что я так как еще и учился на психолога то люди они не договороспособны по факту было множество экспериментов реальных экспериментов например я знаю на севере был как-то случай что там короче авария такая серьезно с электричеством и договариваться что грубо говоря есть 50 домиков и максимум только там два из них могут включить свет и тогда свет будет если включает 3 то свет тухнет сеть не выдерживает и вот они там договаривались до бесконечности до бесконечности и каждый раз кто-то третий появлялся сам умный который думал ну я сейчас кипятильничек там включу ничего никому не помешает и обрушивалась эта сеть и тут тоже самое то есть вот мне что кажется что реально очень трудно будет остановить то есть человеческий фактор и этот вирус он будет идти 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 у меня такое чувство к чему я все это клоню чтобы и на стадионах мы не в каком там июле июне я предполагаю что мы их не увидим а что увидим их дай бог осенью но есть и хорошие надежды в то же время что возможно ну эти платформы да там же серьезные люди работают бизнесмены боб ару да и остальные то есть что они как-то переформатируются и все же вольются в кабельное телевидение особенно надежды на UFC все же таки они более гибкие чем бокс так что что желаю нам чтобы хотя бы мы через пару месяцев начали смотреть бои по телевизору на пустых аренах я не считаю что это так уж плохо многие говорят что это не то когда нету зрителей вокруг но я вам так скажу боксеры сами спортсмены когда они выходят на ринг да поддержка важна но реально у них там вообще туннельное зрение то есть там ты когда на ринг выходишь если ты новичок ты вообще забываешь все то есть ты не видишь просто ничего кроме ты только видишь своего противника реагируешь на команды рефери и некоторым еще проникает голос тренера в голову остальные голоса они вообще не слышат так что неплохо ну конечно когда профи они уже на самом деле там много чего слышат и голоса фанатов тоже ну в общем так или иначе я настраиваюсь что бои на стадионах нас ожидают лишь осенью в лучшем случае а бои собственно по телевизору но может быть дай бог и пораньше уже там хотя бы не знаю там с лета до самой ранее такие мысли надеюсь что окажу себя неправ и что все будет гораздо более позитивно также еще раз напоминаю что париматч всем новым игрокам дает бонус бонус этот находится по ссылке в первом закрепленном комментарии хотя правда сейчас мало на что можно поставить но так или иначе всем добра берегите себя и главное берегите своих бабушек и дедушек потому что все говорят что типа да я плевать хотел на этот вирус но у нас так в россии говорят да я тоже плевать хотел он не очень-то опасен для нас но мы можем перезаражать своих родных даже сами не знаю что мы инфицированы то есть мы сами бодрые хорошие а вирус в нас может жить мы даже это не заметим такие мысли всем пока берегите себя и родных